МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. О событиях вторника расскажу я, Татьяна Куфенко. Коротко о главных темах выпуска. Этой зимой в заполярных школах станет уютнее. Эта школа – пример того, как можно успешно участвовать в грантах, грантовой поддержке. Проверим, как идут ремонты в учебных заведениях. Здесь, к сожалению, у нас есть проблемы. И узнаем, как создать комфорт в классах и коридорах. Ни кочегары мы, ни плотники. В проекте мастера, машинист мостового крана Ирина Кудрявцева. Раз в год мы сдаем экзамены, допуски на это по электричеству, по механизмам по крану. Так что мы все сдаем. А как же? Без этого никак. Как проходит день под крышей ремонтного цеха и сколько лет может длиться смена у техники? От строительного монтажа до поздравлений с днем рождения. Было вообще страшно цветы вранить, потому что там огромный был белый букет с белым поддоном. Кто они, промышленные альпинисты и сколько стоит одеть одного специалиста, расскажем в сюжете. Теперь обо всем по порядку. Специалисты регионального ветеринарного комитета рассказали новые подробности о распространении птичьего гриппа в Мурманской области. Пробы, взятые на берегу озера Секретарское, недалеко от Териберки, где недавно нашли мертвых чаек, подтвердили наличие болезни. В районе очага введен карантин. Опасные признали территорию в радиусе 15 метров от водоема. Вирус поражает только сизых чаек. Специалисты уже собрали и утилизировали около 900 птиц. Под угрозой все прибрежные районы и водоемы озера вблизи береговой черты. Правда, пока тревожные новости приходят только с северного побережья. На Белом море на данный момент ситуация стабильная. На данный момент у нас имеется два очага высокопатогенного гриппа птиц. Один находится на Урагубе, другой на озере Секретарское в поселке Териберка. В настоящее время тенденция имеется к снижению количества погибших птиц как на Урагубе, так и в Териберке. Как отметили в региональном веткомитете, вирус птичьего гриппа может передаваться человеку при контакте с больной или погибшей птицей. Симптомы, как и при ОРВИ – высокая температура, головные и мышечные боли, головокружение. Правда, в этом году ни одного случая заражения еще не зафиксировано. «Мы предпринимаем все меры, чтобы этого не произошло, заражение людей. Мы оперативно собираем все трупы, проводим дезинфекцию и иные мероприятия ветеринарно-санитарного характера. Поэтому риск тут минимален». Главное – помнить простые правила. Не прикасаться к птицам и не брать их в руки. Покупать мясо только в местах санкционированной торговли. Яйца варить не менее 10 минут, а мяса – 30. Соблюдать правила личной гигиены. При обнаружении мертвых или больных птиц следует звонить на горячую линию комитета по ветеринарии, который вы видите на экране. Кроме того, стоит сделать фотографию с геотегом. Куда ее отправлять, подскажет специалист по телефону. Всеволод Краснов, Максим Кравченко, ТВ21+. Кроме того, северян и гостей региона предупреждают о медведях. В Центр управления регионом поступают сообщения о встречах с животными из Корзунова, Печенге и Кировска. Там Косолаповы видели в районе старого аэропорта. Многие считают это удачей и стремятся сфотографировать медведя. Однако это ошибка. Не стоит останавливаться и привлекать к себе внимание. «Прошу очевидцев, встретивших медведей, оперативно сигнализировать в службу 112. А дальше коллеги знают, что делать. Дикие звери – это не шутки». В Умбе добровольцы единого волонтерского центра провели экологическую акцию «Берег горбуши». Волонтеры напомнили о правилах ответственного рыболовства. Например, что складировать отходы на берегу небезопасно. Ведь медведи могут учуять их запах и за несколько километров. Рыбакам подарили значки и кепки с логотипом акции, специальные мешки и памятки с указанием мест, куда можно выбрасывать мусор. «Мы видим, какое количество людей, насколько популярны сейчас ловли рыбы. Поэтому считаем это максимально важным. Рассказать об этом, может быть, кто-то об этом даже и не задумывается, что выбрасывая голову, он может навредить природе». В рамках проекта «От родника до океана» волонтеры привели в порядок Кашкаранский маяк. Почему эту работу можно назвать счастливым случаем и кому повезло побывать в старинном селе – сейчас расскажем. Маяк в Кашкаранцах – один из последних построенных в СССР. Сделано бетонное здание, как говорится, на века. Правда, сырость и морские ветра со временем испортили внешний вид строения. О восстановлении волонтерам удалось договориться с Министерством обороны. Ему принадлежат почти все маяки в стране. «Эмоции исключительно положительные, свежий воздух, очень много знакомств, очень много ощущения того, что мы делаем действительно полезное дело, важное, нужное. Это много дает в плане внутреннего, одухотворенности внутренней. Прям вот, я бы даже сказала, да, душа прям одухотворяется». На территорию позволили войти 50 людям. Большинство из них, конечно же, корпоративные волонтеры. Организации, которые решили поддержать акцию, более 10. «Убраться на территории маячного городка для того, чтобы помочь нашим военным сохранить маяк в его первозданном виде и помочь. Здесь есть технические работы по забору для того, чтобы туристы не заходили на территорию Минобороны». В России впервые пригласили волонтеров для восстановления маяка. Неудивительно, что этим шансом поспешили воспользоваться и путешественники. «Я был здесь два года назад. Мы встречались с коллегами Новый год. Как раз таки 1 января я здесь был, фотографировал этот маяк. Фотографировал его под северным сиянием. И это настолько у меня запало в душу, настолько потрясающая получилась фотография, что я решил обязательно приехать сюда летом и попробовать запечатлеть их белыми ночами». Если сотрудничество окажется успешным, то волонтеры займутся и другими маяками. Всего в Мурманской области их чуть больше десяти. В новом выпуске проекта «Мастера» мы познакомим вас с человеком, посвятившим полжизни одной специальности. Под надзором Ирины Кудрявцевой при непосредственном ее участии в ремонтном цеху печенгостроя собираются целые белазы. За что она любит эту работу и из чего состоит ее день? Смотрите далее. «Бывает рутина, конечно, но в основном что-то все равно. Мне нравится». В следующем году будет 45 лет, как Ирина Кудрявцева пришла в ремонт на строительный цех печенгостроя. Сначала была токарем, потом получила повышение, и вот уже четверть века она работает под самой крышей, управляет мостовым подъемником. На профессиональном языке краны называются гаки. В распоряжении Ирины их два. Большой, основной, поднимает 50 тонн, но на нем работают редко. А вот маленький, вспомогательный, поднимает всего 10 тонн, но именно его используют чаще. Принцип работы с годами не меняется. Приблизиться, зацепить, поднять, перенести, опустить. Управление прежнее – несколько рычагов и кнопок. Новые – лишь металлоконструкции, которыми занимаются слесари. В основном мы ремонтируем узлы всякие, механизмы, которые уже подлежат ремонту. Изготавливаем новые металлоконструкции, которые там подходят тоже на замену. Что-то переделывают на больших предприятиях, очень часто на фабрике что-то меняют. Мы единственные здесь. И еще есть Мончегорский цех. Любое движение здесь совершается только после детального обсуждения. Каждый маневр стрелы сопровождается звуковым сигналом. И для работы здесь необходимо сразу несколько допусков. На высоту сдаем у нас. Раз в три года мы сдаем. А как же мы обязательно проходим этот... Мы должны, как говорится, что не забыли, раз в год мы сдаем экзамены. Что допуски на это по электричеству, по механизмам, по крану. Так что мы все сдаем. А как же? Без этого никак. Задачи, которые со стороны могут показаться нам однотипными, Ирина видит кардинально разными. И к каждому заданию она подходит со всем вниманием. Где-то даже может подсказать порядок действий слесарем, которые работают внизу с деталями. За столько лет службы Ирина знает все и об их работе. Разговариваем с мастером, с рабочими, какой объем работы. Смотрим, с чего начинать. Это же тоже так, это не придешь, не схватишь. Надо же как-то посмотреть, что, чего, как. И уже тогда между собой обсуждаем с ребятами, как лучше сделать, как, чего. И начинаем уже работу. Они там подготавливают все. Меня зовут, когда необходимость идет. Вот. Ну, все так, собственно говоря, происходит. Работа в ремонтном цеху – это работа в плотной связке. Один этап должен следовать сразу за другим. Каждый специалист обязан оглядываться на остальных. Права на ошибку – нет. Тем не менее, дни здесь команда проводит с удовольствием. И каждый, как Ирина Кудрявцева, знает, за что отвечает. Новости на ТВ 21+. Продолжаются. Спасибо, что остаетесь с нами. С помощью видеокамер в Мурманской области раскрыли свыше 30 преступлений за полгода. Так, сотрудники полиции смогли в короткий срок поймать жителя Полярных Зорь, который украл деньги с чужой карты. В областном центре мурманчанин устроил разбойное нападение на специалиста компании по выдаче микрозаймов. Другой северянин под предлогом помощи другу похитил средства у жительницы Мурманска. Ущерб, нанесенный преступниками, составил около 430 тысяч рублей. Уголовные дела переданы в суд. За правильный ответ на вопросы с правил дорожного движения небольшой подарок. В Мурманске прошла профилактическая акция «Веселая зебра». Ее маскот вместе с сотрудниками госавтоинспекции проверил знания ПДД не только у юных северян, но и у их родителей. Символ профилактической акции госавтоинспекции – зебра. Внутри – ростовой кукла Алифтина. Костюм примерила впервые. Говорит, в нем уютно. Единственное, ничего не видно. Но ей не привыкать. Я обычно так, потому что у меня зрение минус пять, и я действительно немного теряю. В Мурманске растет количество ДТП с участием юных северян. За полгода в областном центре пострадал 21 ребенок. Организаторы акции уверены, если с детьми чаще проводить беседы и напоминать о правилах безопасности, это принесет свой результат. И ребята будут внимательнее. Мне кажется, конечно, все зависит от того, как родители непосредственно детям донесут данную информацию, как надо себя правильно вести. Ну и от самих детей это тоже немало зависит. Данные акции проводятся на территории города Мурманской области с периодичностью раз в месяц, два месяца. Они направлены на выявление и пресечение нарушений. За каждый правильный ответ ребята получали шарик, сладости и светоотражающий брелок. Мария Гусакова, Павел Третьяков, ТВ21+. Этой зимой в десятках заполярных школ станет уютнее. В области продолжается реализация региональной программы «Теплое окно». Планы обширны. За сезон необходимо заменить больше двух тысяч старых блоков. Где-то процесс идет с опережением. Однако в некоторых учебных заведениях проблемы со сквозняками и низкими температурами все еще остаются. Наши корреспонденты проверили, как с работой справляются подрядчики в Мурманске. А заодно выяснили, правда ли, что комфорт в учебных заведениях зависит не только от городских властей, но и от родителей, школьников и руководства учебных заведений. Старые оконные рамы под стенами 37-й школы ждут своей очереди, чтобы отправиться в утиль. Больше никакой ваты и малярного скотча, а главное – никаких сквозняков. Первый этаж уже не узнать. Стильная расцветка стен, уютные занавески, а еще подоконники без привычных острых углов, чтобы дети случайно не поранились на перемене. Этим летом многие мурманские учебные заведения ждет преображение. Одно из направлений – это реализация программы «Теплое окно». В рамках данной программы на сегодняшний день, в этом году, у нас принимают участие 8 учреждений, в 7 из которых будет выполняться комплексная замена окон. Другая ситуация в 57-й школе имени героического летчика Тимура Апакидзе. Здесь окна пока поменяли только в одном кабинете начальных классов, и то после того, как родители обратились в прокуратуру и к общественникам. Этой зимой температура здесь опускалась до 10-13 градусов. Дети занимались теплой одеждой и термобелье. Комплексная замена окон запланирована на следующий год. Качественного ремонта давно ждут стены, полы и потолки в кабинетах и коридорах. Мы знаем, что очень много школ в Мурманской области участвуют в грантах, и деньги выделяются правительством региона просто громадные на эти гранты. И мы видим, как многие школы просто меняют свой облик буквально за год-два. Здесь, к сожалению, у нас есть проблемы. Руководство первой гимназии возможностями грантовой поддержки пользуется активно. В прошлом году обычный кабинет технологии превратился в междисциплинарную лабораторию. Здесь есть всё для реализации детских талантов – интерактивные доски, паяльные станции, 3D-принтеры и даже гравировальный станок. Сейчас в здании ремонтируют полы. Кроме того, в этом году заменили все окна. Эта школа – пример того, как можно успешно участвовать в грантах, грантовой поддержке в рамках других мероприятий «Плана на севере жить», поскольку окна можно заменять не только по программе «Тёплое окно», но и в рамках других мероприятий капитальных ремонтов арктической школы. Этим летом на замену окон из областного бюджета выделили 100 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы поставить больше 2000 современных стеклопакетов в 38 школах. Обновят многие учебные заведения снаружи, в рамках региональных и муниципальных программ благоустроят территории, заасфальтируют дорожки, установят современные спортивные площадки. Севлад Краснов, Максим Чинкин, ТВ21+. Пока лето в разгаре, на фасадах домов работают промышленные альпинисты. За шесть месяцев они выполнили больше 80 заказов в девяти муниципалитетах региона. Как люди попадают в эту экстремальную профессию и почему остаются, несмотря на риск, с высотниками пообщались мои коллеги. Меньше 15 секунд требуется промышленному альпинисту, чтобы спуститься с девятого этажа. Всю нагрузку на себя принимают веревки. Одна главная, вторая страховочная. Зажимы, карабины, спусковое устройство. Вот основное оборудование. С помощью него мы как раз можем спускаться и подниматься на веревку. Вот, все. Устройство у нас щелкнуто. Это свободный конец. Мы его всегда придерживаем при спуске, а скорость регулируем как раз рычажком. Проверить экипировку. Главное дело перед началом работ. Деталей немного, но каждая может уберечь здоровье или даже спасти жизнь специалиста. Одеть одного сотрудника уходит порядка 100-120 тысяч рублей. Это непосредственно обвязка, сидушка, карабины, спусковые устройства, страховочные каски, дополнительные тросы. В запачканной одежде и с яркими наклейками на каски Егор. Он больше года работает на высоте. Всю жизнь парня тянуло в небо. Занимался прыжками на лыжах, служил в ЭДВ, а после армии попал в команду. К заданиям относятся серьезно, но рад разбавить будни необычными задачами. Здравствуйте. С Новым годом, с Новым счастьем. Спасибо. Было очень страшно цветы вранить, потому что там огромный был белый букет с белым поддоном. И он чуть-чуть подиспачкался, пока его спустил. Так она тоже, в принципе, очень удивилась. Было неожиданно на восьмом этаже встретить кого-то. Его напарник Ярослав пришел в профессию, как и многие, из-за любопытства. Он решил испытать себя на прочность и теперь не слезает с крыш. В какой-то момент слышу, что на этаже, за окном, разговаривает женщина, я не знаю, с дочкой, внучкой. Разговаривают, разговаривают и что-то готовят. Я закончил свою часть работы, начинаю подниматься прямо со стены наверх, непосредственно на кровлю. И тут выглядывает она, спрашивает, а не хотите самсы? Вот только-только приготовили. А я отказываться как бы не могу от таких вещей. И взял, поел самсы прямо с веревок. Сфера деятельности альпинистов широка. Они берутся за дело, когда техника не справляется. Чистка фасадов, сложные строительные работы. Им все по плечу. За первое полугодие в Мурманской области они помогли отремонтировать 53 дома и перестелили 29 крыш. Кирилл Грепеняк, Борис Савельев, ТВ21+. Огромный ледокол для мальчишек и девчонок появится в сердце областного центра. На портале «Наш Север» завершилось голосование по выбору концепции нового игрового комплекса. Современную площадку построят на месте прежней в центральном сквере у площади 5 углов. Эта зона отдыха пользуется популярностью, поэтому ее решили обновить. Выбирали северяне из двух предложенных проектов – ледокол «Арктика» и «Атом». С большим отрывом, набрав более 70% голосов, победил первый. Работы начнут уже в этом году. Фестиваль футбола прошел в Мурманской области. Он стал частью спортивной программы «Дня металлурга» и «Дня компании «Нордникель». Специально для зрителей канала «ТВ-21» я сейчас попробую показать самый простой трюк футбольного фристайла. Он у нас состоит из трех элементов. Если мы эти три элемента выучим по отдельности, соединим, у нас этот трюк получится. Он называется «Кросс-Авер». Давайте попробуем научиться его сделать. Представили, что у нас мячик в воздухе. Он у нас в воздухе. Первое – мы находим слабую ногу и поднимаем ее. Первое движение. Подняли. Второе движение. Мы обводим его вокруг мяча. И третье движение. Мы просто подпрыгиваем на этой опорной ноге. Получается у нас раз, два, три и выбили. Дальше соединяем эти движения и придумываем вариации. Чемпиону мы попросили показать один из самых простых трюков. Но даже для подготовленного человека он оказался не так-то прост. Я его пробовал до этого, но у меня он плохо получается. Естественно, если бы я сейчас первый раз это делал, у меня бы он вообще не получился. Потому что это действительно сложно. Но как он и говорит, что это кропотливая работа, это действительно кропотливая работа. То есть у него получается вообще в идеале он сразу делал. Мне даже приходится поднастроиться. Но и то у меня как-то коляво получилось все равно. Звезды футбольного фристайла провели два показательных выступления. А еще они позанимались теми, кто захотел испытать себя в этом граничащем с искусством в виде спорта. Также были приглашены гости из Норильска. Это представители мини-футбольного клуба Норильский Никель, которые также уже провели тренировку как с детьми, так и со взрослыми. А также провели массу интерактивов, где были разыграны призы не только среди футболистов, но и среди зрителей, которые собрались сегодня на стадионе. Гости из Норильска приехали именитые. В минувшем сезоне их команда стала серебряным призером чемпионата России. Мы провели небольшую разминку. В принципе, я думаю, дети знакомы. Видно, что они многие натренированы. И поэтому особо такого мастер-класса не было. Мы с семьей поиграли в большей степени. И показали наши навыки, некоторые финты. Много хороших ребят, я заметил лично, поэтому перспективных. И даже пришлось семье попотеть. Впечатление положительное. Мне понравилось играть с ребятами. Я бы остался еще на пару дней. Потренировался бы с мальчишками. Но, видите, не разрешают сейчас поиграть на чемпионат города. Так бы еще сыграли бы с Володи Санасян. Маленький мальчик, где это замат. В порядке малой. И вратарь. Фамилию, честно, не помню. Знаю имя Тимофея. Вот хорошо стоит, да. Еще пара ребят было, которые из молодых. Хорошо себя проявляли, да. У них есть вполне хорошее будущее, если они будут заниматься. В выступлениях гостей дополнены состязания хозяев. В этот день на центральном стадионе Манчегорска четыре команды разыграли медали городского турнира по мини-футболу. Данил Скуратов, Илья Комлев, Максим Кравченко, ТВ21+. Что же это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня? Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидромедцентра, завтра, 19 июля, в Кандалакше плюс 21-23 переменная облачность. В Умбии возможны осадки и плюс 22 градуса. В полярных зорях до 20 градусов со знаком «плюс» осадки. В Апатитах переменная облачность местами дождь плюс 20-22. В Кировске то солнце, то дожди плюс 19-20. В Кавдоре до 22 по Цельсию. В Мончегорске переменная облачность плюс 21-23. В Главу озерей до 23 градусов со знаком «плюс» осадки. В Оленигорске местами дождь плюс 22. В Никеле дождливое плюс 15-17. В Заполярном до 17 градусов по Цельсию осадки. В Североморске плюс 20, переменная облачность. В Мурманске завтра возможен дождь плюс 18-20. На этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ 21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова